В этом видео мы с вами рассмотрим высокопроизводительные генераторы булыжника в Майнкрафте, реализованные с помощью мода Create. Не буду говорить, что они самые лучшие, но их конструкция достаточно простая и её легко повторить. А перед тем, как мы начнём, хочу посоветовать вам техномагический сервер Майнкрафта с модом Create – Ondresurf. Помимо Create к нему идёт большое количество дополнений, крафт инодишнс, Create New Age и другие. В основе магической части лежит такой мод, как Ботания, Арс-Новеллум и Вампиризм. Привычные локации изменены и также добавлено много новых данжей, а для любителей постреляться добавлен огнестрел. Всё это ждёт вас на Ondresurf, ссылочка будет в описании. Также хочу сказать большое спасибо тем людям, которые поддерживают меня на Boosty, а в особенности не не Адаптеру, но Райвану, Мистеру Лимону, Фаничу, Никите Гордеичику, Мукопке, Солнечному Человеку, Матвею Братанову, Сазарину, Роману Зайцеву и, конечно же, Страннику. Ещё раз вам большое спасибо. Для начала давайте разберёмся, по какому принципу работают эти фермы. В каждой из ферм будет жидкостный бак, который заполняется лавой, а сама лава будет выкачиваться с помощью механических помп, погружённых в воду. Ну а дальше идёт разрушение булыжника с помощью подвижных конструкций, которые собираются и разбираются, становясь материальными и разрушая тот блок, на месте которого они остановились. А для тех, кто хочет быстро построить эти фермы и не заморачиваться, в моём телеграм-канале есть файлы схематиков, с помощью которых вы сможете разместить эти фермы в два клика. Единственное, проверьте мультиблочные конструкции, они некорректно собираются после размещения. И не забудьте залить воду и лаву. Идём дальше, давайте построим нашу первую ферму. Сразу скажу, что она не такая эффективная, как вторая ферма, но при этом она не требует большого количества скорости вращения для своей работы. А теперь посмотрим на ресурсы, необходимые для создания фермы. И нам понадобится 24 хранилища предметов, по 18 штук жидкостных баков, воронок, рамок парусов, механических помп. Также нам понадобится 42 любых блока, я выбрал стекло, шестерёнка, сборщик вагонеток, пороговый переключатель, рычаг, вагонетка, какой-нибудь источник вращения, в моём случае это большое водяное колесо, гаечный ключ, два ведра воды и два ведра лавы. А остальное нужно для того, чтобы подключать ваш источник вращения. Тут вы уже решаете сами, что у вас будет. Приступаем. Установим наши 24 хранилища предметов следующим образом. Затем полностью покроем верхнюю грань воронками. А также установим третий ряд воронок. Обратите внимание на то, в какую сторону они направлены. Далее мы устанавливаем рамки парусов на все воронки. Затем ставим механические помпы и гаечным ключом разворачиваем их в другую сторону. Это действие мы проделаем со всеми механическими помпами. Затем устанавливаем блоки стекла следующим образом. Вы можете использовать любые блоки, я выбрал эти, потому что они прозрачные. В будущем эти блоки не будут давать воде разливаться и булыжнику улетать в разные стороны. А теперь зальем воду в каждую механическую помпу. А сверху мы установим жидкостные баки на каждую из помп. Теперь устанавливаем пороговый переключатель, на него сверху рельсы и сборщик вагонеток. Затем ставим саму вагонетку и в конечном итоге рычаг. В пороговом переключателе выставляем предельное значение. А теперь зальем по ведру лавы в наши два больших жидкостных бака. А теперь подведем вращение. Ставим шестеренку и вал, водяное колесо, вертикальную коробку передач и еще также парочку валов. Валы соединяем с помощью механического ремня. Затем я нажал на рычаг и у меня ничего не заработало. А все потому, что вместо блока стекла, на который установлен рычаг, должен быть любой другой блок. И я выбрал блок камня. И наша ферма заработала. А на механическом табло вы можете приблизительно представить, насколько эффективна эта ферма. А теперь переходим ко второй ферме. А для создания фермы нам понадобится 27 хранилищ предметов, 12 андезитовых шлюзов, 3 латунных шлюза, 9 механических помп, 9 жидкостных баков, 23 обрамленных стеклянных люка, 1 шестеренка, вертикальная коробка передач, 1 вал, 3 обычных коробки передач, сцепление, рычаг, 2 каретки линейного привода, 1 бочка, 4 вала линейного привода, 12 каких-нибудь блоков и, конечно же, суперклей. Далее устанавливаем хранилище предметов, делая мультиблочную конструкцию размерами 3х3. Верхнюю грань покрываем андезитовыми шлюзами и сбоку добавляем еще 3 дополнительных андезитовых шлюза. Далее я устанавливаю стеклянные люки, но обратите внимание, как я это делаю. Я ставлю их на вспомогательный блок, не на шлюзы, и постепенно наращиваю их число. А затем устанавливаем механические помпы. Обратите внимание, что я установил всего лишь 9 механических помп, хотя стеклянных люков у меня немного больше. Далее гаечным ключом настроим все андезитовые шлюзы. Они должны будут смотреть внутрь хранилища, чтобы поставлять в него дальнейшим ресурсы. Также проверьте, направлены ли стрелки на механических помпах в эту сторону. Далее мы устанавливаем дополнительные стеклянные люки и прожимаем их, чтобы они выступали в роли стены и мешали воде разливаться. Также разливаем воду на сами механические помпы. Ну и сверху ставим жидкостные баки, в которые мы зальем ведро лавы. Далее ломаем часть ограждения, ставим шестеренку и вертикальную коробку передач. Затем вал и три обычных горизонтальных коробки передач, а также ставим сцепление и рычаг, на который нажмем заранее. Далее ставим два вала линейного привода. Затем нажимаем shift и ставим еще один такой же и добавляем еще один, но уже без шифта. Главное получить вот такой вот зазор. Далее ставим две каретки линейного привода, какой-нибудь блок, бочку и еще парочку блоков, точно так же как у меня. Продолжаем ставить дополнительные блоки следующим образом, а далее мы устанавливаем латунные шлюзы. Обратите внимание, стрелка на этих шлюзах должна быть направлена внутрь хранилища предметов, а вот этот шлюз, наоборот, должен выкладывать предметы. Далее мы приступаем к склеиванию нашей конструкции. Обратите внимание, что снизу я приклеиваю только верхний латунный шлюз. Также я склеиваю эндезитовые шлюзы и стеклянные люки над ними и присоединяю это все к основной конструкции, которую уже склеил. Далее мы устанавливаем источник вращения и нажимаем на рычаг. Ферма уже начнет работать. Но у фермы есть свои нюансы. Если вы подадите скорость вращения больше 170, она перестанет генерировать булышник. Это нужно учитывать, что по сути и будет ее предельной скоростью работы. Ну и стоит упомянуть, что направление вращения, которое вы подаете на ферму, не влияет на ее работу. А на этом мы будем прощаться, друзья. Надеюсь, вам понравилось. А вам советую подписаться, ведь на моем канале много интересных роликов по Майнкрафту. Субтитры сделал DimaTorzok